Команда из Новосибирска заняла второе место на Всероссийской Олимпиаде по робототехнике. Мероприятие прошло в онлайн формате. Свои проекты презентовали участники из 42 городов. Подробнее в сюжете Ильи Мамаева. Артур и Тимур, участники Олимпиады из Новосибирска, собирают робота, который развозит пластмассовые кубики по пунктам. В жизни бы этот робот обеспечивал дома энергией. Юные робототехники в течение всего дня презентуют свое детище судьям и получают отличную оценку. В копилке у новосибирцев второе место. Робот – это создание, которое ты должен запрограммировать так, чтобы оно ездило хорошо и выполняло задачу. То есть это твое дитя, и ты должен дать ему нормальное обучение. Изначально мероприятие должно было пройти в Красноярске, но за несколько дней Роспотребнадзорно стоял на онлайн формате. Ребята быстро подстроились и презентовали робота в домашних условиях. Мероприятие было в онлайне на платформе Дискорд. Тяжело было? Нет, у нас был опыт, поэтому нам было гораздо легче, возможно, чем остальным. 286 команд из 42 городов России представляют собственные проекты на тему роботы будущей энергетики. В Олимпиаде принимает участие более 800 человек. В основном, во всех категориях ребятишки должны, вдумайтесь, собрать робота и запрограммировать его, чтобы он делал автономную задачу. Развозил четыре разных цвета кубика в нужные зоны и выполнял задания полностью автономно. Теперь ребятам предстоит попасть в сборную России, чтобы представлять страну на чемпионате мира. Илья Мамаев, Алексей Зубило, Новости ОТС. Продолжение следует...